всем привет добро пожаловать на мой канал вечерние посиделки с вами снова анна сегодня у нас 11 февраля пятница и я начинаю снимать свою новую вышивальную неделю хочу ее начать вот с этого набора от компании mil hill добро пожаловать зима такой вот снеговичок здесь с кардиналами я уже начала давненько вышивать этот набор вот сколько у меня вышито на данный момент я и вчера вышивала этот набор вот здесь немножко повышивала вот в этих местах шарфик также вот здесь шарфик и вот этот вот фон кардиналов повышивала ну по-моему все вышиваю на голубой пластиковой конве не знаю какой фирмы но точно я думаю что это не гамма получается очень хорошо вышиваю наборчик в 3 нити вот темные цвета я решила вышивать в 3 нити хотя набор вышивается в две ниточки и у меня вот светлые цвета очень светло-голубые и белые я вышиваю в два сложения остальные все решила вышивать в три так как очень сильно светило особенно вот эти красные синие цвета серо-черные очень было видно что все светит я решила если что не так мне не хватит а скорее всего их не хватит я добавлю из своих запасов и вот будет у меня такая красивая работа хранится все у меня вот таком органайзеры от фирмы волшебная страна здесь вот у меня схемка здесь есть бэкстич на этой работе и кое-где он частично перекрывает символ это конечно очень неудобно то что нужно взглядываться и всматриваться но тем не менее что есть то есть какая схема есть по той буду вышивать дальше вот у меня здесь лежат вот такие два органайзера самодельных с ниточками мулине и вот такая вот пуговица кардинал не особо она конечно яркая и красивая и два пакетика бисера вот такого так вот вам покажу но так хорошо наверно видно это дизайн 2019 года он такой довольно такими старенький в дизайне от компании mill hill более-менее новых до разработок более новые выпуски там они не особо много используют бисера но все равно я думаю что работа будет вполне таким красивой так что сегодня планирую вышивать этот набор а там посмотрим может быть буду переключаться на что-то другое когда он мне поднадоест сегодня у нас 12 февраля суббота я вчера вышивала свой набор от mill hill со снеговиком по вышивала белыми цветами светлыми голубо-серыми также и по пришивала бисер петит вот этот вот беленький здесь ну и вот здесь немножечко такими зелено-серыми тоже по вышивала очень приятный процесс с удовольствием его вышивала но задумалась насчет него дело в том что я вчера наконец-то разрядила нашу елочку но почти полностью сняла с нее все рукодельные игрушки прибрала их сегодня нужно будет снять остатки не рукодельных игрушек также бусы но разобрать елку убрать ее в коробку она у нас искусственная так что и очень удобно хранить в коробочке в гараже и помимо того что я разрядила елочку я еще убрала все новогодние зимние декорации с полочек с дверей все что у меня висело и украшала мою квартиру так что на данный момент я решила отложить этот набор потому что но дошью я его предположим в этом месяце феврале да она эта работа у меня уже не постоит не по украшает мой дом потому что но у меня нет такого зимнего какого-то настроения мне хочется уже сегодня расставить и развесить какие-то весенние работы которые бы висели и украшали мой дом и меня радовали я бы так была обнадежена и и вдохновлена тем что скоро придет весна и вот зимние работы мне сейчас не хочется вышивать но даже если вот может быть исключение все-таки составляет вот эта работа что мне с удовольствием с удовольствием я вышиваю мне нравится этот процесс но мне абсолютно не хочется сейчас на него терять времени потому что есть работы более я считаю важные и я немножечко посмотрела своих запасов нашла пару наборов вот таких ну я считаю что они весенние здесь вот такая посадка семян происходит здесь вот видите совочек такой садовый сюжет очень красивые считаю она здесь у нас сюжет пасхальный охота на яйца я думаю что скорее всего я буду начинать именно его потому что к пасхе нужно уже начинать потихоньку готовится а я вышиваю очень медленно и к тому же здесь полная зашивка так что мне бы пора вот этот сюжет как раз и начать но после наверное вот этого зайчика когда его отошью я буду уже вышивать вот такой вот садовый сюжет тем более уже наверное будет такое время ближе к саду да когда мы уже начнем потихоньку ездить в сад что-то там садить и как раз вот буду вышивать этот наборчик давайте я вам покажу здесь ниточки может кому-то это будет интересно пуговица здесь вообще просто волшебная с таким зайчиком который вылазит из пакета с семенами такой вот бисер очень нравятся эти нитки конечно не просто потрясающе но посмотрите какая здесь цветотерапия ниточная просто прелесть вот этот набор зайчиком вышивается в две нити но вот этот в три такая красота вот бисерочек здесь я вот подумаю насчет вот этого голубого похоже я его буду менять голубой вот этот бисер серебристой серединкой дело в том что я с двери вчера сняла своего снеговичка с собой от компании mill hill он у меня украшал дверь висел на прозрачном крючке очень красивая работа но я обратил внимание что там начал этот бисер темнеть так что я думаю что мне придется но это тот же самый бисер придется в этом наборе этот бисер просто заменить но куда деваться я не хочу чтобы вот эта работа через пару лет выглядела очень хорошо так как тут ее потрясти хотела пуговку вам показать вот так вот хотела чтобы бисер был отдельно от пуговицы мне тут конечно же так все бликует как-то вот давайте вот так покажу вот так я думаю что видно очень красиво прекрасный бисер потрясающие ниточки ну довольно таки аккуратная пуговка мне уже в каком-то из наборов такая попадалась я уже пришивала ее так что сегодня думаю что буду начинать этот наборчик разберу ниточки нужно будет подобрать пластиковую канву наверно желтую возьму а может быть все таки белую надо посмотреть будет как нитки будут смотреться на той желтой которая у меня есть потому что она та пластиковая канва не такого красивого желтого цвета более такого канриечного что ли как правильно этот цвет обозвать жалко что не выпускает пластиковую канву именно вот такого жизнерадостного желтенького цвета ну ладно буду вышивать на том что есть у меня и вот такая вот красивая работа у меня будет украшать дом к пасхи но сегодня там еще посмотрю у меня там по моему какие-то еще весенние есть работы надо будет дом украсить тоже расставить все а то у меня полочки а пустые все я сняла надо и на двери что-нибудь повесить на вот этот набор я бы конечно тоже сегодня хотела начать но понятно что два мелхила одновременно вышивать не у меня не получится к сожалению так что буду трудиться надо дни вот этим вот зайчиком ну а вот этого снеговичка уберу захочется его повышевать повышеваю еще может быть ближайшее время ближайшие месяцы а может быть и нет может вот отложу уже даже и до следующей зимы или конца осени посмотрим вообще работа конечно красивая чаровашка такой снеговичок с милейшими птичками кардиналами и и и и Сегодня у нас 13 февраля, воскресенье, я вчера начала вышивать вот этот пасхальный набор от компании и вот смотрите сколько я за сегодня и вчера вышила, я здесь вышивала буквы, вот это вот хаунд охота, вышивала я в три ниточки этим темным цветом, ну а саму табличку светло-желтыми цветами вышиваю в две нити, так же как по ключу идет в схеме этого набора. Вчера вот разобрала ниточки, тут вот у меня на таких двух самодельных органайзерах, решила вышивать на белой пластиковой конве, я примеряла конечно и к желтой, но как-то мне не особо понравилось как смотрится и решила пускай у меня эта вышивка будет вышита на белом пластике, тем более, ну если вдруг мне захочется, я вот эти вот места зашью такой желтой ниточкой, которая подходит под перфорированную вот эту бумагу, такого ярко-желтого цвета, я думаю, что должно будет смотреться неплохо. Такой красивый сюжетик, мне так хотелось вот этого зайчика вышивать, но так как вот на середину работы приходилась буква Т, я начала с нее, ну где-то вот здесь середина работы, и думаю, ну ладно, пускай я пока повышиваю эту табличку, а зайчика уже как-нибудь потом оставлю на самое вкусненькое. Вот, сегодня я дальше буду продолжать вышивать вот этим светло-желтым цветом, здесь нужно будет, ну еще довольно-таки большой участок вышивать этим, этой ниточкой мулиные, тут вот есть желтый такой, чуть-чуть потемнее, вот как раз он здесь используется. В общем, решила вышивать желтым, буду зашивать большими такими цветовыми пятнами, этим цветом буду вышивать, посмотрим, что у меня будет получаться дальше, буду вам, конечно же, показывать, так что планирую сегодня процесс не менять, а вышивать, продолжать эту красивую работу. Сегодня у нас 14 февраля, понедельник, я продолжаю вышивать охоту на яйца от Милхилл, и вот, что я вчера вышила, повышивала я здесь буковки, также фон немножко желтеньким продвинула, ну а сегодня я утром подбирала бисер, и вот решила, наверное, остановиться все-таки вот на этом цвете. Мне кажется, он сюда неплохо так подходит. Вот этот бисер оригинальный, он идет по ключу, такой голубой, с серебристой серединкой. Ну, не знаю, конечно, мне кажется, что мой по оттенку подходит лучше, ну, может быть, конечно, не идеально, но это тот бисер, который я смогла у себя найти. Остальные, вот, кстати, этот бисер, это Тоха 132 цвет, вот такой вот. Вот, остальные у меня цвета, ну, как-то не особо подходящие, они больше голубые, наверное, еще там в одном месте я смотрела, там тоже они больше голубые, и вот под ниточки морской волны не особо и подходящие. Все те цвета бисера, которые я смотрела, ну, в том числе, конечно, и вот эти вот все. Вот этот бисер, который идет по ключу, специально здесь положила, чтобы вам показать. Он, конечно, красивый очень, но, к сожалению, боюсь, что он потемнеет со временем, и нужно какую-то все-таки подобрать замену. Ну, наверное, вот эта неплохая. Я, конечно, сегодня посмотрю еще, попробую попришивать этот бисер, как он будет смотреться, и вообще хочу на буквы уже попришивать бисер, и вот на эти, и на эти, потому что без бисера как-то скучно, и показывать вам, и мне тоже. Хотелось бы видеть всю уже красоту работы, хотя бы частично, чтобы здесь были не только крестики, но и бисеринки. Вот, давайте еще раз вам покажу, как выглядит превью. Надеюсь, с моим подбором бисера будет смотреться не хуже. Ну, посмотрим. Буду вам, конечно же, показывать. Сегодня у нас 20 февраля, воскресенье. Я хочу вам показать свои продвижения в этом наборе. Вот он, как сейчас у меня выглядит. Я его вышивать стала мало, вечером совершенно по чуть-чуть. Буквально 2-3 ниточки вышью, и все на этом. Я вот думаю, что, может быть, мне этот процесс уже начинает потихоньку надоедать, но я этого еще сама не поняла, и поэтому вышиваю так мало. Но пока вот ощущения, конечно, нет, что мне этот процесс как-то надоел. Мне хочется его и дальше продвигать. Так что сегодня я его буду обязательно вышивать. Вот видите, у меня здесь появился немножко частично кролик, вернее, его голова. И вот эти вот очаровательные щечки, носик и ушко. Такие яркие, сочные, выглядят очень красиво. Мне так нравится этот процесс. Вышивается очень-очень легко. Все вот такими цветовыми пятнами. Вот видите, вот как здесь, да, вот все одним цветом. Зайчик тоже практически весь одним цветом белым вышивается. Ну, кое-где, конечно, там используются цветы крю. Вот тут вот, например, под глазом, да, ушки. Ну, я думаю, еще будут где-то вот здесь тени под лапками. Ну, вот где-то здесь будет тоже, да, вот здесь цветы крю. Вот, и на этом, в принципе, все, наверное, будет вышиваться в основном белым цветом. В яйцах, я думаю, тут тоже особой сложности, наверное, не будет. Ну, может быть, чуть-чуть, чаще будет где-то нитка меняться. Но все равно, процесс очень-очень простой. Ну, вот этот вот, конечно, бэк. Там немножко я помучаюсь, потому что все-таки вот эта трава, вот этот бэкстич, он перекрывает там символы на яйцах. Это не очень приятно, придется там рассматривать. Вот, буду вышивать, пока он мне совсем не надоест. Красивый дизайн, мне так он нравится, он просто бесподобный. Я вот не понимаю, почему его у нас не вышивают. Ну, наверное, я понимаю, почему. Потому что не завозят этот набор, и его можно купить на 1, 2, 3 стич. Только вот там я его покупала. Но почему вот не завозят в наши интернет-магазины вот этот дизайн? Он такой весенний, такой жизнерадостный. Этот зайчик милейший, эти яйца. Пускай, да, это не наша традиция, вот эта вот охота на яйца, когда детишки бегают, я так понимаю, ищут яйца, которые родители спрятали для них. Им это очень интересно, такая игра. Ну, у нас такого особо не проводится, наверное. Я думаю, что вряд ли кто-то это устраивает. Ну, если только, может быть, кто-то дома для своих детей что-то такое интересное устроит. Но в основном, я думаю, что это какая-то такая западная традиция. Традиция Европы, наверное. Но все равно, вот, вышить такой набор просто, да, для удовольствия, как пасхальный, я думаю, имеет смысл. Потому что здесь вот яйца такие, относящиеся к Пасхе, и опять же кроличек такой симпатичный. Ну, то, что написано охота на яйца, да, пасхальная охота на яйца, хоть мы и не практикуем, да, такой вид развлечений для наших детей, но все равно не обязательно вот на эту надпись, я думаю, обращать внимание. Можно просто вот вышивать этот наборчик, такой красивый. Жаль, что у нас его не завозят. Так, у меня там грохот случился, похоже, Лёва откуда-то упал, или пакостить пошел. Пойду разбираться с ним, ну, а сегодня буду вышивать, продолжать вот этот набор, как я уже и сказала. Лёва, ну рассказывай, что ты делал? Даже не смотрит на меня. Похоже, он залазил в большой шкаф и там уронил какие-то коробки с обувью, да, Лёв? Я верно предположила? Признавайся, давай признавайся, что делал? Так, все-все-все, драку сразу, драку он. Ну ладно, не буду к тебе приставать, ты не в настроении, я смотрю. Все время он у нас куда-то лазит, где-то что-то роняет, все ему нужно на полке залезть куда-нибудь повыше, все свалить вниз. Да, Лёв? Да, скажи. Вот такой вот у нас кот-безобразник. Давай я тебя сниму поближе. Ну-ка, ну-ка, не делай так, не делай. Ну, сниму еще Лёву на окне. Вот он тут сидит у нас, заледеневший кондиционер. Сегодня минус 15, там вон собачки вдалеке пекут. Мы сегодня поехали на слюдорудник, но у меня, так как горло болит, я никуда не поехала. Буду продолжать лечиться. Да, Лёв? А Лёва у меня составит отличную компанию, он у меня всегда друг такой хороший, всегда меня поддержит. Посидит со мной. Все, интересно ему там все. Сегодня я решила завершить эту вышивальную неделю, посмотрела по своим записям. Начинала я ее снимать 11 февраля, ну и заканчиваю 22 февраля, я подумала, что вполне хватит. И сегодня снимаю заключительное видео этой вышивальной недели, подвожу итоги и показываю вам, что я вышивала на этой неделе. Итак, давайте начнем. Ну, в принципе, я тут вышивала всего два набора, может быть, эта вышивальная неделя не особо-то интересная. И я думаю, что она будет очень короткая. Но все равно нужно подвести итоги и показать вам, что я тут навышивала. Вышивала я в основном, вернее, не в основном, а один милхилл. Два наборчика. Вот такой вот со снеговиком, добро пожаловать, зима. Повышивала его немного, попродвигала и отложила, начав пасхальный весенний набор. Ну, давайте я вам покажу, напомню, как выглядит этот замечательный снеговичок. Он такой пышный, такой снежный, такой не особо худенький. Позитивный такой сюжет. Ну, буду, как я говорила, продолжать его позднее. Как у меня появится вдохновение, может быть, даже и ближе к следующей зиме. Но, может быть, еще повышиваю. Посмотрим. И еще я вышивала вот этот вот набор. Охота на яйца. Ну, вообще, он, наверное, как яйцевая охота переводится правильно. Вот. Ну, я охота на яйца перевожу, потому что, ну, как-то так лучше звучит. Такой вот красивый пасхальный сюжет. И вот сколько я навышивала. Ну, мне кажется, что здесь, ну, половины, наверное, нет. Нет, но почти половина. Скоро будет. Я планирую этот все-таки набор продолжать в ближайшее время. Я не хотела бы откладывать его. Ну, посмотрим. Конечно бы, я его, может быть, сегодня еще повышиваю, завтра. И, может быть, на что-то переключусь. Мне вот уже начинает немножко хотеться чего-то новенького. Но набор, повторюсь, не надоел. С удовольствием, с огромным его вышиваю. Он очень легкий. Я так посмотрела, вот этот вот зайчик, он будет вышиваться в основном такими беленькими крестиками. Вот, можно увидеть, да, что здесь этой вышивки еще будет много. Я так посмотрела, ну, как-то скучновато, конечно, будет вышиваться. Но зато такая сплошная зашивка будет идти очень-очень быстро. Такая вот красота. Потом, наверное, вышью, думаю, что зайчика. И перейду вот на яйца. Или, может, вот здесь буду вышивать. Мне очень понравилась, как у меня получается рамочка. Видите, я заменила бисер. Мне сначала, ну, как-то не особо нравился, да. Вон, сейчас я достану бисер. Напомню вам, какой там в оригинале идет. Вот, я же его заменила. Там такой идет блестящий голубой. Так, где этот пакетик? Я куда-то его затевала. Ну, а сейчас, да, вот, нашла. У меня вот все хранится вот в таком прекрасном конвертике. Очень красиво. Так, и вот этот бисер. Голубой такой блестящий, с серебристой серединкой. Я его поменяла, как вы помните, потому что, по-моему, он темнеет. Ну, на снеговике он у меня начал темнеть. Мне это очень не нравится. И я когда пришивала вот эту букву Т, да, там, пришивала, и мне как-то не особо так нравилось, как выглядит вот этот бисер. Я думала, что все-таки вот этот, наверное, лучше. Но потом, когда я уже три буквы пришила вот этого бисера, мне очень понравилось. Он так смотрится, так утонченно. Вот эти вот бисеринки, они как жемчужинки, они так поблескивают, такой перламутровый блеск создают. Так красиво. И когда вот все буковки я вышила и перешла на эту рамочку, я подумала, какая красота. Здорово очень смотрится. Вот. И мне, знаете, так показалось, что вот здесь бы какая-нибудь белая бисеринка бы тоже красиво смотрелась, а здесь такой аппетит фиолетовый идет, маленький бисер. Не знаю, мне почему-то кажется, что более нежно бы здесь беленький смотрелся. Я бы, может быть, на месте авторов добавила сюда белого. Но это мое мнение. Хотя, наверное, тут с любым бисером бы все отлично смотрелось. Вот здесь будет, я так поняла, синий. Четыре бисеринки крупного бисера. Вот им такой вот синий. Так, тупликует. Ну, вот этот вот бисер будет. Я еще не завершила рамку. Хочу, кстати, рамку вот так дошить, посмотреть, как это будет смотреться. Ну, вместе вот с этими синими четырьмя бисеринками в уголках. Мне очень хотелось бы посмотреть, как это все будет выглядеть. Уже в готовом варианте рамочка. Ну, и, конечно же, мне хочется кролик этого вышивать. На сладенькое оставлю себе яйца. Вот. Кроличек такой хорошенький. Мне так он нравится. В общем, замечательная работа. Если у вас она есть в запасах, обязательно вышивайте. Вот. Если вдруг захотите купить, я напоминаю, что я на 1,2,3 стич заказывала. Ну, вот. Не знаю. Я у нас не видела этого набора. Может, уже привозят. В принципе, димшоп мог бы привезти такой наборчик. А немного. Милхилы разного привозят. Ну, там, правда, такие цены. Дороговатые, конечно. Ну, вот, наверное, да, и все. Буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравились мои работы. И вы эту небольшую вышивальную неделю с удовольствием посмотрели. Повышивали вместе со мной. Буду прощаться. Всем пока. И до скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok